Здравствуйте, уважаемые зрители! Я понял, что тема с переездом вам очень интересна. Знаете, серьезно, мы живем в своих городах, да, домах и думаем, а все ли мы правильно думаем, может быть где-то жизнь лучше и стоит переехать. И, наверное, многие из вас все-таки рассматривали другие варианты, другие города. Уже есть несколько видео на моем канале. А совсем недавно я ездил в Ростовскую область и посмотрел ее, в частности, город Ростов. И хотел бы с вами поделиться. Поэтому данное видео будет на тему, стоит ли переезжать в город Ростов. Я выделил, по-моему, 9 пунктов. Такая вот, видите, записана книжка. И вот 9 пунктов. Первый пункт – это местоположение. Вот Ростовская область и город Ростов в отличном месте находятся. До Москвы 1000 километров, в принципе, можно съездить даже в Москву на машине спокойно. До ближайшего моря, до Азовского 100 километров. До хорошего Азовского моря примерно километров 350. А до Черноморского побережья примерно 8 часов ехать. Отличное место, вообще супер, мне нравится. Еще рядышком Украина, конечно. Если бы не вот эти события, которые происходили в последние годы, было бы еще круче, была бы рядом Украина. Второе – это погода. Вы знаете, погода – это интересная такая вещь. Кому-то она подходит, кому-то не подходит. Там тепло. Там тепло круглый год. Зимой почти всегда плюсовая температура. А вот летом бывает жарко. Это большой минус для тех, кто не любит жару. А так, в принципе, погода очень комфортная. Я вот был в октябре месяце, и было 26 градусов. И это действительно классно, когда ты живешь в тепле. Третий пункт – это люди. Очень важные факты. Вы знаете, я ездил в Краснодар, и вот мне там не понравились люди. Там вот есть этот спор Панаехи-Кубаноиды, и действительно люди об этом говорят и считают, что кто приедет к ним из других регионов, те вроде как Панаехи и какое-то другое к ним отношение. В Ростове я такого не заметил. Мне вообще показалось, что в Ростове очень приятные, интересные люди. Очень спокойные, душевные. Хотя вроде бы города Краснодар и Ростов рядышком, но отношение совершенно другое. Ростов, конечно, мне этим очень понравился. Четвертый пункт – это сам город Ростов. Вы знаете, я побывал в Таганроге, в Ростове, и рядышком тут кое-какие городки и станицы. И, конечно, если в Ростовскую область ехать, то надо, наверное, ехать в Ростов. Ростов вообще классный город. Очень такой сбалансированный, комфортный, удобный. Кругом плиточка. Дома, да, где-то с архитектурой есть проблемы, но ничего страшного нету в этом. Мне там везде нравилось, везде очень приятно и хорошо. К чемпионату мира по футболу 2018 года очень хорошо поработали. Поэтому вот город, я вам так скажу, он немножечко уступает Екатеринбургу, наверное, по комфорту, по качеству. Но, допустим, если сравнивать с Краснодаром, то Ростов гораздо лучше. Про сравнение Ростова и Краснодара будет отдельное видео, поэтому к Краснодару больше не возвращаюсь. Пятый пункт – это транспорт общественный. Вы знаете, я очень сильно удивился, но в Ростове общественный транспорт на высоте. Я несколько раз, даже не несколько раз, я каждый день ездил на общественном транспорте. Я не попадал в какие-то жуткие пробки, хотя наверняка они там есть. Я ездил на трамвае, ездил на троллейбусе, который, знаете, опускается, поднимается. Ну, такой современный троллейбус, ездил на маршрутке, ездил на такси, ездил на автобусе. До Таганрога я поехал не на чем-то, а на электричке, на хорошей электричке. По-моему, Ласточка даже это была. Очень комфортный транспорт. Мне кажется, здесь с этим очень хорошо поработали. Есть, конечно, и маршрутки, такие белые. Они больше похожи, конечно, на автобусы. Но это маршрутки. Но, в принципе, с этим жить можно. И самое главное, посмотрите, допустим, Яндекс.Транспорт. Сколько общественного транспорта разного. Очень много общественного транспорта. Ростов вообще молодец. Седьмой пункт. Это история. Вы знаете, порой кажется, что это не важно. Что есть история у города. Нет, но нет, на самом деле это очень важно. И вот Ростов, он с историей. Он с историей. И эту историю люди хранят. Я ходил на футбол и гимн у ростовского клуба, УФК Ростов, песня «Ростов-город». И ты слушаешь, и так приобщаешься, и люди действительно поют. И вот эта песня «Ростов-город», конечно, история большая. И не зря Ростов называют вратами на юг, столицей юга. Это действительно самый главный центр юга России. История, конечно, там потрясающая. И были казаки, была и Вторая мировая, тоже близко тут все было. Война происходила. Не то, что близко она там происходила, все бомбили. Поэтому история у Ростова есть. И последний пункт – это влияние юга. Это интересный такой пункт у меня получился. Потому что, знаете, вы приезжаете в южные города, допустим, приезжаете в Геленджик. И вы чувствуете, да, это юг. Здесь армяне ходят, много южных ребят. Какое-то такое отношение южное. В Краснодар приезжаешь тоже. Там есть целая такая каста Ашотики. Это тоже мне местные все рассказывали, что у нас есть Ашотики. Есть панаехи, кубаноиды и Ашотики. Для меня это было тогда удивительно. Но в Ростове такого явления я не увидел и не услышал. И вообще мне показалось, что Ростов такой, знаете, русский город. Потому что большинство людей – это славянская внешность. Есть, конечно, южане. Я не знаю, плохо это или хорошо. Но если вы выбираете город по этому принципу, то знайте, что Ростов – это настоящий русский город. Это были основные пункты. Возможно, я что-то забыл. Я забыл очень важный момент. Это работа. Работа. Все же относительно, опять же. Предприятий полно. Есть предприятия и Донской табак. Есть предприятия Ростельмаш. Это самое крупное предприятие, которое производит различную технику. Работы хватает, работа есть. Но другой вопрос – хорошо ли оплачиваем она? Конечно же, здесь платят меньше, чем на севере. Гораздо меньше, чем на севере. Но и нужды гораздо более скромные у людей. Здесь не надо какую-то теплую зимнюю одежду. Здесь не надо покупать зимнюю резину. Здесь не надо зимой прогревать автомобиль. Здесь не надо очень сильно топить свои дома, чтобы быть в тепле, как на севере. Тут не требуется какой-то дешевый газ или электричество. И много газа и электричество. Поэтому здесь много в Ростове плюсов. Я считаю, что если вдруг вы хотите действительно переехать и ваше место не нравится, то Ростов обязательно надо посмотреть, как тут, что тут съездить, погулять, походить по каким-то районам, пожилой застройке. Поэтому обратите внимание на Ростов.